Более 40 творческих работ приморских осужденных презентовали на выставке во Владивостоке. Свои картины и изделия из металла и дерева участники посвятили 75-летию победы Великой Отечественной войне. Презентация работ наших осужденных посвящена 75-летию победы Великой Отечественной войны и окончании Второй мировой войны в сентябре. Своё творчество заключенные начали присылать ещё в феврале, когда стартовало мероприятие. Всего приняли участие 19 учреждений, включая исправительные колонии, следственные изоляторы номер 1 и номер 2. Основной порыв к деятельности показали члены различных кружков, каких в Приморье насчитывается 167. По мере возможностей дать людям проявить свои таланты или свои пристрастия. И поскольку мы думали провести его приурочить к 9 мая, но с теми ограничительными мероприятиями, которые были приняты, мы пролонгировали этап проведения конкурса до дня победы Второй мировой войны. До финала из 40 работ дошли 14. В их числе кованые фигуры танка Т-34, железная красная звезда, полотна с советскими кораблями, немецкие танки под Сталинградом и деревянная шкатулка с вырезанным орденом Отечественной войны. Из всего многообразия судням предстояло выбрать лучшие по четырём направлениям работы – живопись, резьба и роспись по дереву и работа по металлу. Заключённые тоже являются частью семьи. И о том, каким образом будет происходить социализация при выходе на свободу, как будет проходить адаптация – это большая работа и воспитателей, и офицеров, и тех, кто потом сопровождает по выходу. И мы хотели по мере возможностей дать людям проявить свои таланты. Итоги конкурса подвели на выставке 28 августа. Первое место в резьбе по дереву присудили деревянному полотну с вырезанными фигурами советских солдат и артиллерийских орудий. В номинации «Роспись по дереву» признали лучшей картину «75 лет. Мы помним». В работе по металлу судью впечатлило изделие Стелла – гравировка с изображением памятника советским воинам. В живописи одержала картина советского военно-морского флота. В конце конкурса победителям были вручны грамоты и призы. Привлечь осужденных к творчеству, тем самым их сподвинуть к пониманию, что то преступление, которое было им совершено, оно будет воспринято правильно, и он справляется, чтобы по окончании срока содержания вышел нормальный гражданин. Как сообщает Вадим Версткин, заключенные посредством творчества погружаются в искусство. Это помогает преступившим закон ресоциализироваться, то есть получить шанс на исправление. Генерал-майор уверен, такая практика закрывает множество вопросов по осветательному процессу сразу и дает возможность заключенному определить талант в правильном русле. Кирилл Самойлов, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.